Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду отстирывать вещи, которые у меня окрасились во время стирки. Значит, эти вещи у меня участвовали в битве. Мы с вами тестировали салфетки от окрашивания. Значит, те салфетки, которые не сработали, вот таким вот образом у меня допустили окрашивание вещей. Значит, друзья, я сегодня покажу вам способ, который 100% спасает окрашенную вещь. Значит, я этим способом пользуюсь уже многие-многие годы и могу с уверенностью сказать, что он работает. Он, конечно, не волшебный. Вот я сейчас покажу вам две вещи, которые сегодня буду окрашивать. Смотрите, вот такая вот ярко-розовая кофточка. Изначально цвет ее белый. И тоже беленькая кофточка. Первоначально вот этот вот весь цвет должен быть белоснежный. Значит, эти кофточки я уберу в сторону. Их сегодня буду реабилитировать, так скажем. И покажу вам вещи, которые я уже с помощью своего способа смогла отстирать от лишней ненужной краски. Значит, во-первых, мне удалось спасти топик племянницы. Он был полностью розового оттенка, вот такой вот, как эти резиночки. Значит, ткань восстановилась, она вновь стала беленькая. А резиночки мне никак не удалось осветлить, что я только не делала. Пробовала и свой способ, и способы из интернета. Значит, перекись водорода на шатырный спирт и так далее, и так далее. Значит, вот эти вот резиночки, лямочки, они как были розовые, так розовыми и остались. Помимо топика племянницы, мне удалось еще спасти слюнявчик сына. Он тоже был ярко-розового цвета. Все резиночки были розовые, но в этом случае отстиралось все полностью. И весь слюнявчик был полностью в пятнах. Смотрите, ни единого пятнышка. И от краски избавилась, и от пятен. Друзья, на самом деле, все предельно просто. Все, что нам потребуется, это обычный отбеливатель БОС. Больше ничего. Никакой соды, никакого хозяйственного мыла, ни жидкого, ни сухого, никакого порошка. Только БОС. Значит, первое, что я делаю, беру та с горячей водой. Значит, чем горячее вода, тем лучше будет эффект. Но я не буду добавлять крутой кипяток. Температура воды у меня где-то примерно 80 градусов. Значит, если ваши вещи терпят кипяток, то лучше будет, если это будет кипяток. Будет эффективнее. И добавляю отбеливатель БОС. Добавляю очень много. Ну, я добавляю всегда на глаз. То есть, чтобы вот этот раствор, он был концентрированный. Ну, наверное, я добавила ложки 3-4 столовые. Воды у меня здесь где-то примерно 2 литра. Но БОСа нужно добавить много. Значит, его нужно хорошо растворить в воде. И в этот раствор опускаю вещи. Значит, вещи в растворе должны быть как минимум 4 часа. Можно сделать вечером, а утром вещи продолжить стирать. То есть, чтобы вещи всю ночь были в растворе. Я ставлю часа на 4-5. Ну, где-то вот на такое примерно время. И затем уже покажу вам первоначальный результат и расскажу, что буду делать дальше. Итак, прошло ровно 4 часа. И смотрите, какой стала вода. То есть, вся краска, которая была в этих кофточках, она сейчас находится в воде. Вода вот такая вот розовая. Смотрите, кофточка стала значительно светлее, белее. Розовый оттенок на ней присутствует. Но большая часть краски ушла в воду. Точно так же с этой кофточкой. Эта кофточка вообще практически беленькая. Теперь эти кофты необходимо постирать в машине автомат. Давайте покажу, как я это делаю. Здесь тоже есть свои особенности. Белье я положила в барабан стиральной машины. Машину я заполнила на 2 трети. И теперь в отсек для порошка я вновь добавляю отбеливатель БОС. Добавляю достаточно много. Ну, примерно, как обычно, добавляю порошок на одну стирку. Ничего, кроме БОС, больше добавлять не нужно. Ни сухих, ни жидких порошков не добавляйте. Только БОС лучше всего спасает полинявшую вещь. Я экспериментировала. Я пробовала стирать с пятновыводителем ваниш. Я пробовала добавлять другие пятновыводители, другие отбеливатели, кислородные отбеливатели, таблетки для посудомоечных машин. Ничего лучше БОСа не спасает полинявшие вещи. Вот мной проверено не однажды. Пробовала я с нашатырным спиртом и перекисью водорода. Мне показалось, что нашатырный спирт еще сильнее загоняет краску в ткань. Поэтому только БОС. Ну, по крайней мере, мой опыт показывает, что только он помогает окрашенным вещам избавиться от этой ненужной краски. Стирать буду на смешанном режиме. Это у меня синтетика плюс хлопок. Температура 40 градусов, отжимы 1200 и стирка будет 1 час. Можно поставить до полоскания. Потому что у меня там детские вещи, чтобы они хорошо освободились от бытовой химии. Все, стираю и показываю вам окончательный результат. Итак, друзья, кофты постираны. Смотрите, какие они чистые. Абсолютно беленькие. Ни единого розового пятнышка на них нет. Вся розовая краска полностью отстиралась. Причем это у меня детские вещи. Ребенок в них ел. Поэтому на кофтах было много пятен, которые я ничем не могла удалить. И смотрите, как хорошо этот способ удалил ненужную краску с вещей и плюс еще пятна. Поэтому если у вас вещи посерели, пожелтели, полиняли, есть какие-то стойкие пятна, попробуйте этот способ. Он 100% работает. Но только очень вас прошу, не смешивайте босс ни с каким другим порошком. Вот один босс и больше ничего добавлять не нужно. Тогда он работает очень мощно. И, как я вам уже сказала, чем горячее вода, тем будет лучший результат. Значит, смотрите, показываю. Вот такая вот беленькая, чистая, яркая кофта. То есть удалилась лишняя краска, а та краска, которая была на вещах, она абсолютно не пострадала. Видите сами, кофточка яркая. И вот эта вот кофточка тоже хорошо отстиралась. Чистенькие резиночки, смотрите. Все абсолютно чистое. Кофточки у меня уже достаточно старенькие, но мне кажется, после такой стирки они выглядят более новыми, более свежими. Потому что серость, желтизна, все какие-то лишние краски с них удаляются и вещи обновляются. Поэтому, друзья, буду искренне рада, если совет, если способ мой вам понравится, пригодится. Берите на заметку, пишите комментарии, дополняйте мне. Обязательно задавайте вопросы, вдруг я что-то упустила или о чем-то не рассказала. Или вы хотите, чтобы в ближайшие ролики я раскрыла какую-нибудь тему, показала вам какой-нибудь способ. Все обязательно пишите в комментариях. Если видео полезно, если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. С вами была Марина Жукова. Всем хороших выходных, всем пока!